В Красноярске около 39, в Ачинске 38, на юге Красноярского края, в Минусинске порядка 39, восточная группа районов от 38,5 до 39,5, в Северо-Енисейске 43,5, в Туре 56 и абсолютный рекорд поставила Хаттанга. Там около 75. Речь идет вовсе не о погоде. Это ценный за литр самого ходового бензина в разных районах Большого края. В отличие от температуры воздуха, они растут к завидным постоянствам. И, судя по всему, ожидать похолодания на топливном рынке нам не приходится. Цены на топливо поднимаются уже в шестой раз с начала апреля. Добавляют вроде понемногу. Сначала на 40 копеек, потом на 20, теперь вот еще на 30. Но эти капли уже слились в настоящее море с начала года. Самый ходовой 92-й поднялся уже на 3 рубля за литр. Люди говорят, это заметно бьет по кошельку. Некоторые горько шутят. Пора пересаживаться на двухколесный транспорт. Ну, поменьше езжу. Вот и все. На автобусе побольше. Только так остается. Больше никак. Вообще скоро бензин будет под снегом, никогда, надо сказать. Куда уже, куда хотелось бы поехать, уже не поедешь лишний раз. Будешь смотреть, или на автобусе, или пешком. Конечно, конечно, ущемляет. Здорово. Справедливости ради стоит сказать, что остались еще в краевой столице заправки, на которых бензин стоит 36,5 рублей. По мнению координатора краевого отделения Федерации автовладельцев, качество топлива подешевле может вызывать вопросы. Егор Фролов рассказывает, однажды проверяли такой дизель, и результаты оказались печальными. Только содержание серы было превышено, внимание, в 500 раз. Все автовладельцы, которые передвигаются на своем личном автотранспорте, либо предприниматели, которые очень часто используют свой автотранспорт, вынуждены ехать на эти автозаправочные станции, где торгуют некачественным топливом, несоответствующую регламенту. Владельцы крупных автозаправочных сетей уверяют, они до последнего сдерживали рост цен. Работали, если не в минус, то практически без прибыли. Благо, были запасы со старых завозов. Но они иссякли, и ценники поползли вверх. Стоимость топлива подняли оптовики. Как выяснилось, им гораздо выгоднее продавать его за границу. От этого на внутреннем рынке образуется дефицит, и вот он результат. Начиная с апреля месяца мы наблюдаем беспрецедентный рост оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-серейной бирже, который уже за неполные два месяца составил более 20% не самый ходовой вид бензина, а и 92%. Поэтому обращаю внимание, что розничные цены на сегодняшний день не превысили рост, не превысил 4%. Поэтому, конечно, в ближайшей перспективе мы, к сожалению, прогнозируем продолжение роста стоимости бензина. В ближайшие дни 92-й может подорожать еще на 50 копеек, и это в Красноярске. На север в этом году топливо придет дороже на 10-20%. Напомню, сейчас ходовой бензин там стоит от 43 до 75 рублей. Тяжело приходится и работникам села. Посевная в самом разгаре. Топливо самое первое, что им сейчас нужно. А цена за тонну по сравнению с прошлым годом выросла почти на 10 тысяч рублей. Поэтому в марте краевые власти решили добавить 100 миллионов на поддержку аграриев. А специалисты ведомства заметили еще одну интересную вещь. Мы видим котировки цен каждый день. И в этом году, с начала года, мы ни разу не видели падения. То есть каждый день либо цена остается на уровне, либо растет. Это с января месяца. Этими данными заинтересовались в контролирующих органах. Например, прокуратура сейчас анализирует законность образования цен на топливо. По прогнозам экспертов, в ближайшее время оно вряд ли подешевеет. Алина Штокова, Алексей Гусев и Павел Патрицын. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok